Последний круг. Аккуратненько выходи. Побольше радиус бери, чтобы уменьшить. 77 километров у тебя в повороте. Отлично. Колеса выпахнут. Колеса крестят. Главное, чтобы не автомат. Не стал съезжать. О, блин, GTR, насколько быстрее. Конечно. У него полный привод. У этой фигни 1.8 двигатель, а у того сколько? 3.8. У того, по-моему, 3.6. 1.8 стоит. Шестерка. Шестерка, да, шестерка. Есть разница. При этом лотос еще правее вправо. Торможим. Уже начинаешь здесь куда вверх. Видишь? Чтобы правее взяться и вниз куда вылететь. А вот это я уже на круг сделаю. Как они все уже на круг сделают. Да. Вот и смотри толстожопы. Видишь? Я так и называю. Уже свинки. М3. Они в поворотах никакие. Посадка высокая. У них заносик. Затартяжесть у них высокая. Затартяжесть у них высокая. Мне кажется, у нее проблем в том, что движок 8 цилиндров. Он тяжелый. Но у нее развесовка от этого страдает. Потому что спереди 8 цилиндров. И хрустит ужасно. Они просто едут как попало. Внутри GTR вообще не крупные. Никак не крупные. Из-за привода и за... Следует GTR-то, конечно, это другая. Другая категория вообще. GTR-то супер-гар настоящий. Пролее, пролее берешь. Круг делаешь и сглаживаешь. Очень важно сгладить. В этот поворот я еще ни разу не попал, правильно? Да. Надо сказать, осторожно проходить поворот. Да. Проверим. Регистрируйте. И все, и газу. Полный газ, и право выходи. И снова темп будет. Никто не съезжает, обратите внимание. Значит, мы выезжаем еще на 1 круг. Это будет последний, заключительный, охлаждающий круг. Лишний. Никто не съезжает. Разъезд, разъезд. Так красного не было. Нормозить. Слишком много машин было. Нормальная скорость. Нормальная скорость. Была бы мощность, я бы сделал сейчас. Конечно. Ты всех сделал бы сейчас. Он не попал в поворот, а я попал. Да. Ну что, тормозить теперь? Да нет, тормозить. Посмотри, как все будет. Как хочешь. Ну, здесь самое прикольное место, по-моему. Да, оно очень скоростное место. Максимально всеми колесами так. Конечно. Если ошибаешься, ты нормально просто на асфальт езжаешь. Надеюсь, Молли выдержит такие снимательства. Я как-то сомневаюсь в надежности. Да ничего не будет. Единственное, что колодки сотрешься. Колодка может и так присесться скоро. Я поставил себе Bosch, который я оставил в Германии, а потом снимал. Ну, Bosch, это не оригинальные. Ну, разумеется. Они мне очень не нравятся. А зачем ты их поставил? У них не было. У меня просто болтались, знаешь, мишки. После того, как я спалил двигатель и суппорт, надо было что-то поставить на замену. Что за писк такой, слышишь? Нет. Ищет что-то в машине. Удачи ли? Удачи ли? Нет. Какой-то тонкий писк появляется. Может быть, этот тонкий писк от колес и резины? В частности? Хрен не узнаете. Ага. Ага. Не помню. Или транспортеры берут в прокат. Почему транспортер, когда у нас есть... Там фиксируется, как скорость будет кругом прохождения или нет? Да как ты... Идея должна фиксировать. Интересно же, с какой скоростью проезжаешь? Ну, ты можешь замечать. Ты же видишь, откуда ты начинал и где ты заканчивал. И видишь скорость. Время. Понимаешь? Это же видео. А. Ты на видео увидишь, когда ты проезжаешь круг. Ты же видишь, когда отсечка тут у тебя? Прокинь примерно то место, от которого ты считаешь. Примерно тот поворот вверх. Да. Все у тебя есть. Да. Мне кажется, за место держалки я нормально выступил. Вот так вот, пройдя в праздник. Вот это, по-моему, самое такое товарное место. Да. Вот здесь вообще... У меня почему-то вообще машина поехала. Здесь? У меня перекаченные были колеса, да. И они у меня почему-то в катю. Держись. Вот съезд вот там, да. Интересно температуру двигателя посмотреть. Ну что, двигатель? Просто любопытно. Она не должна просто включать двигатель. Может, не показывается, если нет. С двигателем все нормально. Какая-то лапочка. Это, по-моему, бывает. Единственное, что надо проверять, это уровень масла. У меня, конечно, есть сомнение, если что. У меня, конечно, есть сомнение, если что. Смотри, вождай как-то. Супер! Прикольно.